Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Сегодня я снимал видео об Анастасии Заворотнюк, о том, что трагическое постигло ее несчастье, болезнь, это рак мозга последней стадии. И, значит, многие из вас остались неравнодушными и оставили свои комментарии. На самом деле было видно, что вас интересует судьба этого человека, этой актрисы. Я еще раз скажу, я ее помню только по, значит, сериалу «Моя прекрасная няня». У меня родители смотрели, я прилетал из Москвы и видел, что вечером по СТС они лежат, смотрят вот этот сериал «Моя прекрасная няня». Все дело в том, что мы сегодня рассуждали, почему заболевание появилось, что такое, как, в принципе, что эта новость есть. Многие ссылались на слова ее директора, который говорил, что опровергают, там еще что-то. Но вот только что появилась новость о том, что, значит, медики ввели, а госпитализация опровергали ее. Медики ввели актрису Анастасию Заворотнюк в состояние медикаментозной комы, искусственной комы. Как правило, это делается тогда, когда есть угроза, так скажем, летального исхода, уже я скажу прямо, да, когда организм не выдержит самостоятельно, а во сне система немножечко, так сказать, все работают менее активно и есть вероятность, так сказать, сохранения положительной динамики такой, что ли, или хотя бы такой вот на уровне. Все дело в том, что медики решились на вынужденную меру, поскольку на фоне борьбы с раком мозга у артистки развилось еще одно заболевание – воспаление легких. Значит, врачи уверяют, что с осложнением ослабленный организм сам справится не в силах уже. Значит, в августе СМИ сообщили, что Заворотнюк была больна раком головного мозга, сегодня ее помещение принимается по причине начавшегося отека. То есть от рака начался отек головного мозга и дальше сейчас начали отказывать органы, отек, воспаление легких. Значит, по данным прессы болезнь, та же самая, кстати, что убила и Жанну Фриске, и Царство Небесное, была обнаружена у актрисы более года назад. Она сначала лечилась в Польше, значит, курса лучевой химиотерапии, теперь в Москве. Муж Заворотнюк, Петр Чернышев, отменил все свои выступления, он в страшном ударе находится. Сообщает, что опухоль в мозге Заворотнюка начала метастазировать, ей нужна операция, которую она может не пережить. Решение о ее проведении будет принято в ближайшее время по итогам консилиума. При этом надо отметить, что директор актрисы Станислав Христов продолжает опровергать информацию даже просто о госпитализации актрисы. Он говорит, что 13 сентября, то есть сегодня, в пятницу, он сообщил журналистам, что получил ответ от Заворотнюка на просьбу прокомментировать ее нахождение в больнице. Он говорит, что она прислала ему смс-ку с сообщениями «бред, отстань», со словами «бред, отстань». Все. Больше она на связь не выходила, с ней выйти на связь нельзя. Я считаю, что это скрывают так же, как, в принципе, скрывали и в такие моменты, знаете, особо сильно не распространяются, потому что, ну, здесь близкие делают все, что можно или нельзя, да, и особо не распространяются. Это не Барри Алибасов, да, на всю страну, каждый шаг. Вот как раз, когда они распространяются, тогда и действительно верят, что это на самом деле так и есть. Но если медики ввели актрису уже сообщать медикаментозную кому, да, то, конечно, безусловно, здесь уже разговор не идет, есть это или нет. И все дело в том, что задались вопросом эксперты, почему так случилось, что одна и та же фактически в основе своей болезни убила трех женщин. Это жена Константина Хабенского, значит, Жанна Фриске и Анастасия Заворотнек. И выяснилось, что незадолго до, так сказать, вот этих всех трагических вещей, которые происходят со здоровьем, для того, чтобы родить ребеночка, они прибегали к ЭКО, да, к оплодотворению. И все дело в том, что эксперты ссылаются на то, что при ЭКО идет подсадка, соответственно, да, сперматозоида. Но, значит, женщина одна из трех беременеет с первой подсадкой. Как правило, нужно 2-3-4 подсадки, чтобы женщина забеременела. И весь вопрос в том, что при подсадке, при ЭКО идет очень сильная гормональная терапия, да, то есть даются таблетки, еще что-то, чтобы вырабатывался гормон эстроген. И получается так, что сам эстроген, сам этот гормон при выработке в больших количествах, он может не сформировать опухоль, которой не было никогда. А если она была вот, ну, в спящем состоянии, так скажем, эта опухоль, да, эти клетки, клеточки, они были в спящем состоянии, они могли быть до конца жизни тогда. Но вот именно беременность и именно вот эта вот сильная выработка эстрогена при ЭКО, она делает свое дело, и эти клетки, они просыпаются и начинают давать метастазы, и начинают развиваться в опухоль. И вот это все случилось и с женой Константина Хабенского, и с Жанной Фриске, и с Анастасией Заворотнюк. Это все ЭКО. Есть специалисты, которые говорят, что ЭКО, в принципе, не может никак вызывать опухоль. Это совершенно верно. Вызывать опухоль ЭКО никогда не может. То есть, если не было этих вот клеточек, которые были, этого и не будет, да. Как правило, после ЭКО бывает осложение, связанное с воспалительными процессами в груди у женщины. Но бывают вот такие случаи, когда это мозг. Их тоже очень много. И здесь решающим фактором является возраст. То есть, если это после 40 лет, то датские ученые, опросив там 600 тысяч женщин, изучив, пришли к выводу, что после ЭКО, значит, в 65% случаев, если женщине за 40, есть риск того, что у нее будет развитие опухолевого заболевания или груди, или мозга. И все дело в том, что... Почему? Потому что после 40 клетки начинают уже видоизменяться в организме. И большая вероятность того, что есть такие вот клеточки уже, которые, так скажем, нехорошие. Ну, я могу сказать, что мы сегодня все с вами писали в комментариях, что мы желаем чуда Анастасии Заворотнюк. И я могу сказать, что я сегодня говорил, пишите комментарии, давайте поддержим. Давайте и сейчас поддержим, потому что мы все знаем Юлия Началова, но у нее совершенно была другая история, но у нее развивало все по тому же сценарию, не дай бог, конечно. Но также вводили в искусственную кому и также началось воспаление легких. То есть это называется отказ внутренних органов. Поэтому в данном случае давайте поддержим, давайте следить за тем, какие будут новости приходить. Я желаю чуда. Вот у меня иконки сзади, вы видите, там и Матрона Московская, и, значит, Николай Чудотворец. Я могу сказать, что если у кого-то есть какие-то иконки дома, это человек, актриса. Она не была замечена ни в каких скандалах, интригах, каких-то еще где-то. Я сегодня почитал, ничего такого за ней нет. Да даже если бы и было, это в первую очередь человек, и ни в коем случае нельзя оставаться безучастными. Давайте все вместе направим какую-то такую энергию, пожелания здоровья и выздоровления. И помолимся все. Каждый прочитает какую-то молитву, подумает об Анастасии Заворотнюк. И дай бог, чтобы случилось чудо. Потому что в данном случае только чудо, по-моему, уже может что-то сделать. Ну и дай бог, может быть, медики понимают, что они делают. Но, как говорится, что в таком состоянии операцию может уже организм не перенести. Слишком быстро начинает ухудшаться. Негативная динамика пошла. Будем надеяться на лучшее. В любом случае, не будем говорить о плохом. Еще раз говорю, давайте поддержим. Поддержим вместе. И сил мужу, в первую очередь. Мужу и ребеночку. Поздний ребенок. Значит, поэтому вот так бывает. Всем до встречи. Подписывайтесь, ставьте лайки. Каждый лайк, каждый лайк скажу здесь. Я в прошлом видео писал внизу. Здесь лайкать нечего, в принципе-то. Новость-то не такая, где можно что-то лайкать. Но давайте каждый лайк. Это будет ваш голос в поддержку Анастасии Заворотнюк. Ваш голос как надежда на то, что случится чудо. И она пойдет на поправку, выздоровеет и останется здесь с нами на земле. Ставьте лайки. Я обязательно тоже поставлю лайк, потому что мне хочется поддержать этого человека. Потому что, еще раз говорю, она не была намечена ни в каких скандалах, нигде. И я очень уважительно к ней, в принципе, отношусь. Даже бы, если бы я неуважительно относился, я бы все равно ее поддержал. Ставьте лайки, поддерживайте. Потому что в такой ситуации, знаете, когда люди отворачиваются и говорят, ой, а зачем нам это надо? Мы вообще особо сильно ее не видели. Где-то она ведущей была. Вы знаете, никто не застрахован и никто не знает, а не окажется ли кто-то, не дай бог, кто-то на ее месте завтра. Поэтому давайте поддержим ее, давайте направим энергию доброты для того, чтобы она поправилась. Всем пока, ребят, до встречи.